Мы записывали «Чародейку Чайковского» Настасью, она есть «Чародейка Чайковского», потрясающего опера Петра Ильича Чайковского, с гениальным, одним из самых лучших в мире пианистов Павел Ламни-Пальсиным и с его феноменально гениальной супругой-певицей Венерой Демадиевой, вот, с потрясающей командой, я надеюсь, что рядом с такими талантами у нас что-то получится. В мире оперы возникает загадочный вопрос, поют ли оперные дивы под фонограмму? Зачем им записывать свой голос, если опера поется вживую? Но есть одна тайна, которая скрывается за этой практикой. В конце концов, выясняется, что эти записи служат демонстрационным материалом для отправки в лучшие оперные театры мира. И вот однажды, 15 марта 2024 года, в зале Московской академии имени Пирогова, оперная дива Светлана Касьян, любимая исполнительница Папы Римского, записывала две захватывающие партии. Ее кристально чистый голос наполнил зал, создавая волшебную атмосферу. Эти записи стали ее личным шедевром, готовым отправиться в путь и завоевать сердца зрителей в оперных театрах мира. Эта необычная традиция возникла во время пандемии COVID-19 и получила широкое распространение. Долгие перелеты и связанные с ними затраты стали серьезной проблемой для оперных див. Поэтому, чтобы сэкономить время и ресурсы, артисты начали записывать свои голосовые исполнения на демонстрационные диски или в цифровом формате. Это позволяет оперным театрам ознакомиться с творчеством и потенциалом артистов, не требуя их физического присутствия. Кроме того, запись оперы дает оперным дивам возможность получить обратную связь и оценку своего исполнения. Они могут прослушать свои записи, выявить сильные и слабые стороны своего голоса и работать над их усовершенствованием. Это особенно полезно перед пробными выступлениями на высоком уровне, которые требуют максимальной подготовки и исполнительского мастерства. Таким образом, запись оперы стала неотъемлемой частью оперной индустрии в эпоху пандемии и предоставляет артистам и оперным театрам новые возможности и преимущества. Эта традиция помогает сократить затраты и время, а также обеспечивает возможность более глубокого анализа и развития голосового искусства. Здесь всего два момента. Вот эта нота выскочила непонятно куда. Пашенька, знаешь, что это быстрее уже. Мы прям вперед темп дадим. Давай быстро здесь. Спасибо. 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 В мире оперы есть особенный момент, когда работа на съемочной площадке замедляется, и оперные дивы могут отойти от своих высоких каблуков, прогуляться босиком и насладиться непринужденным общением. В такие моменты, когда заботы о записи отходят на второй план, вся команда собирается вместе и ведет душевные разговоры. Это время позволяет исполнительницам восстановить свою энергию и готовиться к продолжению записи демо-версии. В этой атмосфере близости и открытости возникают разговоры о разных темах, не связанных с музыкой. Они позволяют дивам взять небольшой отдых и зарядиться новыми эмоциями перед продолжением своего великого творчества. Видео. Ушла эпоха. Раньше говорили, там, кино на пленку снимаем, а сейчас что пишем? Вот и все так в жизни, понимаешь? Все пишем. Раньше, во время записи, можно было всегда взять перерывчик и сказать, сейчас подождите, пленка перемотается. Еще что, да? Сейчас. Да по приколу. Почему? Ну и свои еще. Но они сейчас не будут выпустили. Очень крупнее тексты русские. Да? Я скажу почему. У меня была традиция, наоборот, к распевнению. Я стала собирать. Зуб пошел. Седьмой. Темный, мое желание. Энония. Вес, восторе приходи, Свет души ранее, Розовать ночей. Вес, восторе приходи, Свет души ранее, Где ты, мой желанный, Где ты, мой желанный, Вес, восторе приходи, Свет души ранее, Вес, восторе приходи, Свет души ранее, Да, 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 вот здесь, нетерпением, отлично. Отсюда, начиная до конца. Котя! Котя! Коржа, вот она! Вес, восторе приходи, Свет души ранее, «Свет души ранее» то есть что сказать о той музыке, которая в кино, без которой, собственно, кино бы не было это у нее, это какой-то музей в мире, шедевр, нежность, гаврилия, если что обращайтесь просто мурашки по коже, правда, это мой рекламодатель я просто со всеми режиссерами интервью собираю, все устраиваю а потом мы такую музыкальную линию и твой телефон скину, и вот именно Володя и Венера он, видимо, мимо проскочил, что ли видишь кнопочку там, слева внизу, а ты снимаешь, а я думал выйти не можешь